вот ой галя привет нет навитала надо поздравить господи 22 часа и совсем забыла брат сегодня день рождения так вот эта история что я даже не вижу это вот такие упреки сюда больше не нужно потому что очень много людей нет такого что кого-то легче увидеть кого-то сложнее приезжаю не к сестре потому что сестра живет совершенно в другой стороне здесь намного удобнее первый момент а второй момент я приезжаю не просто для того чтобы отсидеться в москве а я привожу саду к отцу к бабушке чтобы он провел с ними время по кайфовар конечно же он скучает по братикам но там когда четверо детей конечно становится сложно честно скажу намного проще когда один ребенок и много взрослых но я думаю что все в курсе относительно это кто присоединился что садиком у вас вот я по госуслугам зарегистрировала вот этого вот мужчину в садик государственный питерский и мне пришло что дали место и живут до 9 февраля последний ну как бы месячный срок проходит когда я должна подать документ поэтому я быстренько экстренно вылечу в питер подам документы и потом потихонечку будем туда захаживать через дорогу некоторые вопросы меня немножко повергли в шок так так почему у вас юля венте пошли они рекламу мы думали вас сломали смотрите у линусь к привет смотрите почему в принципе произошла вот эта история с бюджетная реклама потому что стоит например у меня все привет дай такать меня лента совершенно не задействована я понимаю что она даже как бы не движется и забирает у меня энергию что туда выложить что как как что где то есть это ресурс который я не использую все равно привет линуська вот и когда ну как бы мы все в курсе даже сейчас происходит и я не подошу меня подружки и заказчики которые жалуются на то что очень много на заказчика повесили всяких процентов сейчас и очень сложно было жить вывозить такие достаточно весомые по ценнику рекламы вот и юле пришла в голову мысль сделать антикризисное предложение понятно что это временная история это не навсегда на моей странице по крайней мере вот но я увидела в этом очень благородную историю потому что очень много начинающих бизнесменов ну там девушки парни мужчины женщины сразу не могут себе позволить дорогую рекламу вообще понятия не имеют как это работает некоторые у меня спрашивают кать что такое лент понимаете да сколько лет существует инстаграм некоторые люди не знаю то есть им нужно начинать с маленького бюджета пробовать они не владеют информацией относительно того какая нужна аудитория зайдет их товар не зайдет как его подать и конечно же лучше начинать в таким таким условиях с маленьких чеков я просто и себя как бы помню да и те люди которые сейчас спешат быть знаете судьями осуждать что вот мне нравится и так далее в какой-то момент могут оказаться на месте тех ребят которые заказывают рекламу им тоже нужна будет поддержка и я протяну руку помощи я подержу да понятно что эта история выгодно обеим сторонам да но конечно же мы все понимаем что чем выше чек тем меньше суеты чем больше чек чем меньше чек тем больше суеты то есть мне бы в принципе было бы комфортнее конечно не делать не делать такую акцию но мне и это приятно сделать потому что я понимаю что вот сейчас сейчас пока так я тоже ощутила на себе действия не без того я тоже ощутила действия кризиса поэтому решила что сейчас мы можем применить такой прием сколько стоит обычная реклама реклама в stories дарился это все можно узнать по ссылке в шапке профиля у моего менеджера дарьи там другие условия там другая механика там по-другому задействовано мое время энергия творчество и так далее вот вам очень повезло что у вас такая мама свекровь да я совершенно с вами соглашусь потому что понимаю что это очень большая редкость и думаю что это это человек со мной надолго может быть и на всю жизнь что за браслетик усовушки на ручке это маленький модник который стал с удовольствием носить браслетик так как же вы будете с первого марта жить в пен отключат ну посмотрите как в пен отключат есть частная в пена я уже давным-давно на частном в пене и не дергаюсь точно так же как инсту отключили как видите она существует когда выйдет новая песня вот пока что просто не до песен я настолько как хоть простите пожалуйста я настолько кайфую когда я их записываю когда я их выставляю к занимаюсь музыкой но пока что не дает мне нужно разобраться к маме у меня в руке елка и здесь подарок смотри у меня в руке елка и здесь подарок смотри ты елкой закрыл подарок как как обычно под елкой подарок ой мы маленький у нас кстати елка в питерской квартире до сих пор стоит быстро ну сави четыре года с половиной ваша песня просто бомба спасибо большое у меня кстати не одна песня в айклау айтюнте есть несколько песен катя где узнать про бюджетную рекламу или можешь рассказать плиз смотрите или слушайте как вам удобно бюджетная реклама стоит 3500 это было объявлено несколько дней назад в общем в общем публикуется в ленту фотографию ваш текст все без удаления вы были в тбилиси не хотите я была не в тбилиси а знаете где вот другой у вас город есть такой классный батуми батуми там было прикольно я даже туда в казино заходила представляете песня буду прикольная спасибо у юли записывать а юли записывать у юли она не пишет песни потому что у нее узел на связках именно поэтому у нее проблемы с голосом у меня некоторые пишут что у юли с голосом люди видите как они даже кто-то осуждает что фу как неприятно а у человека заболела просто по психосоматике представляете в какой-то момент вылез узел на связках и из-за этого поешь хрипота в голосе а у тебя все работает на солнышко можно потише сделать китайскую музыку у кого есть музыкальное образование а тут пента тонька такой няшечка сынок такой няшенькой да обожаю его такой сладкий господи ежедневно благодарю вселенную за такой подарок где можно послушать просто вбиваете екатерина колесниченко кстати у меня на страничке в контакте есть мои песни некоторые конечно в контакте если будете убивать колесниченко там и самозванцы под нашей фамилией с юлей поют песни но я думаю что вы отличите у меня там есть еще и стареньких песен охотник песни которая записывала восемнадцатом году для того чтобы гастролировать по клубам там что-то уж даже ядовитое кто помнит тут молодец почему она не лечит горло потому что нужно делать операции молодец еще раз выйди зайди нажми хотя такой залапанный экранчик сынок может быть из-за этого не а выключи дай зайти заму обожаю вас красоточка спасибо вам большое так эй вы смотрели ваши эфиры сейчас ютубе нет я мои эфиры не смотрю нигде никогда вообще но иногда на своей странице песня буду классная спасибо четыре с половиной года сави да я как сказать без ресниц очень хорошо вы знаете как-то прошел период мне очень нравится ресницы я бы сделала кать а вы пьете алкоголь и какой любите вы знаете редко пью и очень сильно мучаюсь похмелья поэтому для меня алкоголь ну я могу выпить бокал белого вина ну ладно два но больше нельзя вы сейчас в сп сп семейное положение если вы имели ввиду спб то нет а вы все ли общаетесь да конечно же так расскажите про свой рацион питания ой все что попало все что попало ну ну просто на ночь я не ем не нажать вот так юля поет хорошо юля очень давно не пела и из-за ну как бы из-за этого узла во первых при разговоре хрипы хрипота появляется во вторых связки не эластичны и моментально можно сорвать голос говорят что у вас помыли и у вас чистый вкусный вкус андрей Это было очень миленько. Невозможно пройти. Невозможно, согласна. Это ж иди ты сейчас спокойненько, не соблазнал. Вы хотите почаёмничать? Хотите почаёмничать? Да. Что-то в горло пересохло. Сейчас. Всё, у нас были переговоры. Да, спасибо большое всем, кто был с нами. Нам было приятно. Всем было приятно общаться.